Как дифференцировать шизотипическое расстройство личности от мозаичного, смешанного расстройства личности? Есть ли для этого специальные тесты? Я, наверное, при вопросе о шизотипическом расстройстве личности скоро, наверное, уже начну лезть на стенку. Ну, ей-богу, если вы используете врачебную терминологию, если вы используете дефиниции МКБ-10, ну, прочитайте его, пожалуйста, что все-таки вы хотите сказать. Вы хотите говорить о шизотипическом расстройстве или о шизоидном расстройстве личности? Это абсолютно разные нозологические единицы. Если мы говорим о расстройстве личности, а судя по вашему вопросу, вы хотите сравнить два расстройства личности. Шизоидное, не шизотипическое, а шизоидное расстройство личности и мозаичное смешанное расстройство личности, то да, они различаются. То есть шизоидное расстройство личности – это то, что характеризует в психологическом плане людей, склонных к шизофрении. Ну, апатия, булия, аутизм, но не достигающие степени выраженной клинической симптоматики. Специфичность, странность, своеобразность мышления, склонность к самоизоляции. Ну, это, собственно, аутизм, да? При смешанном мозаичном расстройстве из названия понятно, что, в общем-то, мы видим самые разнообразные патологические изменения характера. Какие-то специальные тесты для этого? Ну, специального тестов для дифференциальной диагностики шизоидного и мозаичного расстройства личности не существует. Существует батарея тестов для составления психологического профиля, для оценки психики человека, психофизиологического исследования. И вот по этим батареям тестов, по этому профилю, конечно, различия весьма и весьма существенны. Если же вы все-таки имели в виду шизотипическое расстройство, то еще раз повторюсь, это заболевание, которое не имеет ничего общего с шизоидным расстройством, либо с другим расстройством личности. То есть, да, конечно, по вот этому корню, да, схизис, шизотипическое и шизоидное созвучно, что-то общее есть, но шизоидное расстройство личности – это патологически измененный характер с описанными ранее особенностями. Шизотипическое расстройство, да, и, соответственно, шизоидное расстройство личности, оно, как и все расстройства личности, возникает и формируется в подростковом периоде, в дальнейшем сохраняется на протяжении всей жизни без существенных изменений. А шизотипическое расстройство, то, что в Советском Союзе называлось велотекущая шизофрения, это совершенно четко очерченная болезнь, то есть болезнь, которая имеет начало, которая имеет определенный прогресс, которая имеет динамику, которая имеет меняющуюся симптоматику, не достигающую по своей тяжести степени шизофрении, но, тем не менее, явно тяготеющую именно к этому диагнозу. Это шизотипическое расстройство. Есть определенные корреляции между шизоидной психопатией и шизоидным расстройством личности, склонностью к шизофрении и склонностью к шизотипическому расстройству, но все-таки это совершенно три разные вещи, поэтому надо учитывать. Дифференциальная диагностика, как я уже сказал, с новой цене на каких-то волшебных тестах, которые позволяют отличить одно расстройство личности от другого, а на использовании как клиника психопатологического метода исследования, так и батареи тестов для составления цельного профиля личности. Вот что, собственно, могу сказать по этому вопросу. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания. Продолжение следует...